Доброе утро, уважаемые телезрители! Сегодня мы продолжаем говорить про нашу деликатную тему, это алкоголь и все, что с этим связано. Если в прошлой передаче мы затронули определенные аспекты здоровья, то есть как это влияет на сосуды, как это влияет на печень, то сейчас мне хотелось бы затронуть какие-то социальные аспекты. Опять-таки есть два концептуальных лагеря. Один лагерь, кстати представители канадской и американской школы считают, что умеренное употребление спиртных напитков очень здорово помогает карьере. То есть с нужными людьми, в нужное время, в нужной дозе и так далее. Они говорят это патица, патица в нужных местах, они там заводят определенные социальные связи, легче продвигаются по карьере. Кроме того, представители тех людей, скажем того лагеря, которые считают, что умеренное употребление спиртного это полезно, они часто приводят пример такой как бы качества людей, которые употребляют в небольших дозах спиртные напитки, как изобретательность. Это иллюстрирует следующая как бы смешная история, когда врач уговаривает пациента бросить пить и пациент говорит, да мне уже поздно, врач ему, нет, никогда не поздно, а раз никогда не поздно, такая как-нибудь потом. Вот, как и в прошлый раз, у нас в студии Александра Ночневзгода, еще раз здравствуйте, Александр. Доброго ранку. Вот такие социальные аспекты, которые я затронул. Естественно, я нарисовал только плюс, естественно, есть какой-то жирный минус. Не призываю вас рисовать ни плюс, ни минус, а просто сказать свою объективную точку зрения. Помогает карьере употребление алкоголя, либо вредит. Ну, мне тяжело, как и каждой человеке, сказать чисто объективную точку зрения, она, мабуть, будет безусловно субъективной, но хочу сказать, что в нашей стране констатовано, что количество людей, которые злоевживают алкоголом, это 800 тысяч осіб. А реальная цифра, это нужно помножить на 8. Социальные аспекты являются надзвичайно сложными, надзвичайно серьезными. Мы можем говорить, что алкоголики – это люди, у которых есть схильность до проблем в семейных стосунках. И, если говорить чисто в карьерном плане, в карьерном росте, мы можем сгадать, что в компаниях побудует думка, что людина, которая не пьет, вона, я подозрила, вона, от которой нужно ховаться, певным чином. Людина, которая не пьет, может десь какую-то информацию выносить, переносить и тому подобное. Но, в принципе, это еще раз наводит нас на думку, что все-таки общественная думка в данном случае не является правдивой. Потому что все-таки тверезый способ жизни, здоровый способ жизни, он, по большому счету, не связан с вживанием алкоголя. Скажите, вот такое качество, как талант, как-то связан с употреблением? Вот часто говорят, талантливые люди часто спиваются. Может, есть какая-то вторая сторона вопроса, что талантливые люди выпивают и в результате этого становятся талантливыми людьми? Ну, я бы так не повязывал эти вещи. Можливо, наоборот, что талант – это способность, которая закладена у человека Богом, которая закладена нашими родителями, которая никак не связана с вживанием определенной количества алкоголя или большой дозы алкоголя и тому подобное. Можем говорить, что талантливые люди, как правило, есть больше раненными, талантливые люди, как правило, меньше пристосованы до жестких реалій жизни. И поэтому, когда наваливаются эти серьезные, жесткие реалії жизни, они не всегда могут уберегаться от этих стрессовых явлений. И певная часть людей, на жаль, вживают алкоголь для того, чтобы сняти этот стресс, для того, чтобы уберегаться от этих негативных эмоциональных, нервовых впливов. Александр, спонсор нашего показа – препарат «Медихронал». «Медихронал» похмелье, как рукой снимает, життевую радость повертает. У меня в связи с этим такой вопрос. Часто люди говорят, у меня наступает озарение, особенно творческих профессий, после злоупотребления спиртными напитками. Возможно это или это они фантазируют? Я думаю, что где-то трое фантазируют. Мы помнимо, что из школьной лавы, что Ньютону яблоко впало на голову, и он сделал определенные открытия. Ну, возможно, от определенной дозы алкоголя в кого-то и пришло это открытие. Ну, сейчас я не знаю таких людей. Ну, для примера, можно было назвать, кто из алкоголиков, кто из людей, которые злоупотребляют алкоголом, что-то значительное сделали в этом жизни. Ну, примеров, на мой взгляд, достаточно много. Взять же вот и Владимира Высоцкого. Насколько мы знаем, он не был безгрешен, да, и как бы получались хорошие произведения. Ну, этот список можно продолжать. Ну, снова же таки, что касается Высоцкого, возможно, это тот вариант, что человек имел очень большую потенцию в плане творчества, и не всегда эту всю потенцию, мы знаем, как его допускали на сцену, как его допускали до реализации его творческих вещей. Так что это все очень сомненно. То есть, если бы он не злоупотреблял, то он бы написал бы еще больше. Я так думаю. Я понял. Большое спасибо, Александр. Сейчас я хочу пожелать нашим телезрителям испытывать счастье без алкоголя и ценить каждый день своей жизни.